Здравствуйте! Вы смотрите новости о главных событиях за день. Расскажем прямо сейчас. Выбор сделан. Избиратели пятого округа проголосовали за депутата городской думы. Перезагрузка производства в Муравленко заработало предприятие «Ямалспеццентр». 18 команд и дистанция в 500 метров. Муравленковцы пробежали эстафету факел памяти. Выборы на «Ямале» признаны состоявшимися в Муравленко жителей пятого избирательного округа. Голосовали на дополнительных выборах депутата городской думы. О ходе голосования и результатах расскажет Татьяна Бойко. 405-й участок, расположенный в первой школе, открылся ровно в 8 часов утра. Первые избиратели и заставили себя долго ждать. Здесь всегда отмечалась высокая явка. Была проведена огромная работа с избирателями. Обходили, приглашали и с некоторыми избирателями. По уточнению списка 18-летних, потому что, как правило, это в основном студенты и очень многие не присутствуют в городе. То есть мы по второму кругу, когда пошли, сначала на момент было более 20, потом уже точно уточненный список – это 45 молодых людей. Всего в списках избирателей 2565 человек. 10 проголосовали досрочно. Члены участковой избирательной комиссии вскрывают конверты и отправляют бюллетени в электронную урну. На избирательной участке муравленковцы шли в приподнятом настроении. Хороший тон задавали музыканты. Прямо у входа избирателей встречал оркестр. Большинство избирателей определились с выбором давно, поэтому в кабинке для голосования долго не задерживаются. Это желание каждого проявить инициативу проголосовать за депутата, поддержать свою любимую партию. Я считаю, что это правильно, проявляя гражданскую позицию, потому что если мы будем в отечество дома, за нас никто не решит нашу судьбу. Мы должны принимать участие в жизни города и вообще воспитывать детей, чтобы они принимали участие и знали, кто за наши интересы отвечает и вообще участвует в жизни города и нашей жизнью. На избирательный участок горожане шли целыми семьями. Для многих это сложившаяся традиция. Таких избирателей встречали с подарками. У нас сегодня самая дружная семья избирателей во главе со старейшиной семьи. Мы вас поздравляем, вручаем вам диплом и сертификат на 500 рублей. Отмечают и те, кто голосует впервые. Молодые избиратели к выборам подходят ответственно. Если бы я не пришел проголосовать, а может мой голос был бы важен для этого кандидата. Впервые на 405 участке используют новые комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их преимущества члены участковой избирательной комиссии оценили сразу. Во-первых, это все-таки техническое новшество, которое сам считает и бюллетени считает, и считает действительное, недействительное, какое количество проголосовало за одного или другого кандидата. Для нас он облегчает нам работу в том, что мы раньше все это подсчитывали вручную. И на это уходило очень много времени. Избирательный участок закрылся ровно в 8 часов вечера. Свои голоса отдали 416 человек. Победу одержал представитель партии «Единая Россия» Марат Фазледдинов. За него проголосовали 116 человек. Самовыдвиженец Екатерина Паймулина набрала 89 голосов. За представителя ЛДПР Ольгу Политаеву проголосовали 73 избирателя. Александр Карабен, представляющий партию КПРФ, набрал 65 голосов. Алмаз Файзулин – 56. Поздравление с победой на выборах принимает Марат Фазледдинов. Всем спасибо за доверие. Конечно же, в своей работе буду опираться на наказы избирателей. И буду всячески сорваться, выполнять наказы, данные избирательными, избирательными округами номер 5. Выборы в Муравленко прошли спокойно и максимально прозрачно. «Оценку свою высказали присутствовавшие на участке наблюдатели, кандидаты, которых было в течение дня наблюдение осуществляли 11 человек за избирательным процессом. То есть практически столько же, сколько членов комиссии. Выборы прошли в спокойной рабочей обстановке. Никаких нарушений не было допущено. Абсолютно в рабочем режиме и в правовом поле». Первое заседание Городской думы после летних каникул запланировано на 21 сентября. Катя Набойко, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. В Муравленко зарегистрирован очередной случай мошенничества. Мужчина заказал в интернете автоматическую коробку передачной иномарку. Чтобы войти в доверие к потерпевшему, мошенники даже составили предварительный договор купли-продажи и регулярно вели с ним переговоры по телефону. В результате автомобилист перевел злоумышленникам крупную сумму денег. Сейчас сайт, на котором потерпевший совершил покупку, заблокирован. «В договоре поставки запасных частей был указан номер банковской карты, на который потерпевший перевел денежные средства в размере 42 тысяч рублей. В дальнейшем нами было установлено в дежурные сутки личность владельца банковской карты. Направлены были отдельные поручения в Таганрог на отработку причастности к совершению данного преступления». В Муравленко открылось новое предприятие «Ямалспеццентр». На торжественной церемонии запуска производства побывала наша съемочная группа. Все подробности у Эрнеста Бавшина. Многие муравленковцы помнят это предприятие под названием «Ямалсервисцентр». В 2013 году организация практически прекратила свое существование. Но руководству удалось сохранить коллектив. Теперь предприятие вновь в строю. В главном производственном цехе гости жмут на символическую кнопку, запуская перезагрузку предприятия. У «Ямалспеццентра» несколько представительств по всему округу. В муравленковском подразделении трудятся 150 человек. Главный заказчик «Ямалспеццентра» – предприятие «Газпромнефти». На сегодняшний день предприятие базируется на территории города Ноябрьское, на территории микрорайона Венгапуровский, на территории города Муравленко. Производственная база находится также и в Новом Уренгое. То есть предприятие набирает обороты. Основные заказчики, конечно, это для нас группа компаний «Газпромнефть». Также работаем и на «Роснефть». География деятельности предприятия на сегодняшний день достаточно широкая. Остался коллектив, который верил в будущее предприятия, верил в то, что возродится и придет тот час, когда мы все вместе будем здесь отмечать свое, наверное, новое или старое день рождения, в новом в своем доме или в старом в своем доме. Ну то есть коллектив верил. С открытием «Ямалспеццентра» градообразующее предприятие получит надежного партнера. Я думаю, что вашими заказчиками будет дана высокая оценка вашей работы, потому что действительно от качества выполненной работы зависит и то, как будет добываться нефть в нашем регионе и на Ямале. Спасибо огромное. Я искренне хочу поблагодарить за ту работу, которая проделана в очень короткие сроки и за те созданные условия и для работы, и для отдыха. То, что вы сегодня увидели, и ваши лица, и оснащение оборудования, и такая перезагрузка этого производства, вашего производства «Ямалспеццентра» для города очень не назначена. Может быть не столько в производственном плане, не в отчетностях бухгалтерских, не в балансах, не в бюджете, а в человеческом отношении, понимании того, что город умирает копыть, город умирает ожить. «Ямалспеццентр» – не только надежный производственный партнер. Предприятие – активный участник городской жизни. Сотрудники участвуют в различных спортивных мероприятиях и были неоднократными победителями конкурса на лучшее оформление территории. Традиции здесь намерены продолжать. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Представитель губернатора Валентина Полынова и первый заместитель главы администрации Андрей Лукьянов вручили горожанам награды. Благодарность губернатора «Ямала» и законодательного собрания региона объявлена Константину Драчеву, Юлией Синичкиной и Андрею Захарову. Почетной грамотой и благодарностями Департамента физической культуры и спорта награждены Полина Молодцова, Инна Филиппова и Анна Лаврентьева. Еще 12 человек за достойный труд отмечены грамотами и благодарственными адресами администрации города. Еще одна церемония награждения состоялась в «Газпромнефть Муравленко». Градообразующее предприятие удостойно дипломов за победу в двух номинациях регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Жюри признала систему энергетического менеджмента «Газпромнефть Муравленко» лучшей среди предприятий «Ямала». Максимальную оценку получил проект, направленный на популяризацию энергосберегающего образа жизни среди детей. А управление корпоративных коммуникаций стало лучшим в категории пресс-службы региональных компаний топливно-энергетического комплекса в номинации «Социальная и экологическая инициатива». В Многопрофильном лицее состоялось ежегодное совещание педагогов. Представители образовательных организаций, городской администрации, родительской общественности, специалисты управления образованием обсудили реализацию проектов и эффективность проектного управления, наметили перспективы на учебный год. Подробности в сюжете Анастасии Пономаревой. Задач перед учителями стоит немало. Основной вывод, который сделали участники тематических дискуссионных площадок, подход к преподаванию и организации образовательного процесса должны быть основаны на проектных решениях, а эффективность преподавания нужно оценивать не по отметкам ученика, а по полученным им компетенциям. «Образование – это не только обучение предметам. Образование – это развитие человека, это его личность, это его успешная жизнь, это его дальнейшее будущее. Если мы не будем думать об этом, то, наверное, мы получим и дальнейшего будущего хорошего и реализативника». Ещё одна так называемая болевая точка – преподавание естественно-научных дисциплин. Педагоги уверены, чтобы увлечь детей и повысить качество знаний, нужно изменить подход к их обучению, вводить специальные образовательные программы, учитывать особенности, возраст и уровень подготовки детей. В качестве примера приводят проект «Экспериментум» второй школы, который предстоит реализовать уже в этом учебном году. А коллектив лицея предлагает вести предпринимательские классы. Пока факультативно. Ребят будут учить, как составлять бизнес-проект. Стартап вместо аттестата – новинка этого учебного года. «Оченики по желанию, которые выбрали такой факультатив, получат возможность создавать свои стартапы в процессе обучения и представителей на различных конференциях и вечерных фондов». Система образования «Муравленко» работает в проектном режиме не первый год и может похвастаться результатами. Например, успешный муниципальный проект «Во славу Отечества» известен не только в городе. В этом году он будет продолжен. «В школах прошли уже круглые столы. Первого сентября прошли уже тематические уроки по погружению учащихся и классах руководителей в тематику проекта». Однако развитие системы образования невозможно без повышения квалификаций самих учителей. Для этого в городе сформирован совет молодых педагогов, помогают совершенствоваться и конкурсы профмастерства. «Ты представляешь свой опыт, знакомишься с опытом других конкурсантов. У кого-то могут быть такие же темы, как у тебя. Кто-то представляет похожие темы». Муравленковская система образования готова к переменам. Педагоги определили болевые точки и знают, как и куда двигаться дальше. «На сегодняшний день мы готовы к этому прыжку, от которого зависит наше будущее и будущее наших детей. Поэтому основная задача – это видеть вот эти прорывные точки и не бояться идти по этим направлениям». Анастасия Пономарева, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. В городе состоялась легкоатлетическая эстафета «Факел памяти». На старт вышли 18 команд. Участники пробежали 10 этапов, каждый по 500 метров. «Всю свою жизнь занимаемся каким-либо спортом. Бегаем, занимаемся, плаваем. Все, что связано со спортом, все наше». «Этап был бежать несложно, так как мы к этому готовились. Пришел я сюда, чтобы пробежать марафон, эстафету». Лучшие результаты показали учащиеся пятой школы, первая сборная лицея. Среди трудящихся победа у «Газпромнефть Муравленко» в эти выходные горожане сдали и нормативы физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 70 человек вышли на стадион и выполнили 8 обязательных видов тестирования. «Каждый может сдать ГТО, но я сдаю в первый раз, и да, было сложновато бежать. Я не смогла сдать на золотой значок, и я думаю, буду пересдавать еще раз». «Сегодня к нам пришли все подготовленные участники, выполняют нормативы успешно и на золотой, и на серебряный знак отличия. Те, кто не выполнит на какой-либо знак отличия, у них будет возможность пересдать беговые виды в центре спорта Муравленко». А в парке культуры и отдыха собрались воспитанники отделения лыжных гонок. Здесь состоялось первенство города по лыжероллерам. Дистанции от 500 метров до 2 километров проехали юные лыжники и более взрослые спортсмены. Эти состязания – подготовка к зимнему сезону. «Эти соревнования для меня как подготовительные, я готовлюсь к окружению». В списке самых быстрых участников соревнований. Денис Аносенко, Ярослав Железнев, Никита Бычков, Артем Серов и Ксения Зеленина. Муравленковцы принимают участие в благотворительной акции по подписке на газету «Наш город» льготных категорий граждан. Участники сами выбирают человека, которому хотят помочь из списка, предоставленного Управлением социальной защиты населения. Подробности у Ольги Черной. «Наш город» – это главная и единственная общественно-политическая газета в Муравленко. Чтобы как можно больше жителей города имели возможность быть в курсе событий общественной жизни, редакция проводит акцию «Прояви заботу». Эта акция очень полезна для жителей, для льготных категорий нашего города, потому что не все могут выделить определенную сумму, чтобы оформить подписку, а читать газету и быть в центре событий нашего города хотят все. Ежегодно около 300 муравленковцев особой заботы из числа ветеранов, пенсионеров, многодетных семей получают возможность читать газету благодаря неравнодушным подписчикам. «Я считаю, что эта акция очень востребована, и позволила бы себе призвать тех, кто может это сделать, сделать доброе дело – подписать газету для тех, кто не может, допустим, по каким-то причинам, малоимущие, многодетные семьи, пенсионеры, ветераны». Многие материалы посвящены темам, которые волнуют как раз людей особой заботы. Здесь можно прочитать полный комментарий специалистов и получить полезную справочную информацию. Причем для таких людей подписка предполагает доставку газеты на домашний адрес. «Спасибо, что о нас думают, и очень благодарю всех, кто в этом участвовал, потому что надо, наверное, великое сердце иметь». Благотворительная акция продолжается. Каждый житель Муравленка может стать ее участником. В списке ветеранов, малоимущих, пенсионеров и многодетных в редакцию газеты предоставляет Управление социальной защиты. «Акция называется «Наш город в подарок». Приглашаем всех желающих принять участие в акции, подарив подписку на 2018 год людям особой заботы. Для этого вам необходимо обратиться по адресу 70 лет октября, дом 3, чтобы принять участие в акции». Возможно, кто-то из тех, кого вы порадуете годовым абонементом, на газету станет героем постоянных рубрик. Это, во-первых, «Бессмертный полк», где муравленковцы рассказывают о своих родных участниках Великой Отечественной войны. А также есть рубрика «Любимое блюдо». Оформить подписку для себя и принять участие в благотворительной акции можно по двум адресам. Улица 70 лет Октября 3 и Муравленка 8А. Ольга Черная, Сергей Шалафан. Новости Муравленка. Сейчас прогноз погоды, а далее смотрите программу «Актуальное интервью». Субтитры подогнал «Симон»!